Книга «Открытым оком», том 7, тема «Священство», вопрос 1895. Говорят, что если человек становится священником, то характер у него делается мягче и он совсем иным становится. Можно ли это на примере в житиях увидеть? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Как раз наоборот, рукоположение только тщеславия одного неподъемного, сколько насыплет ему, захватывает человек гордости в обе пригоршни, когда у него появляется власть, пусть даже над одной душой. Священники все балансируют над гранью пропасти гордости, и более те из них, кто выше поднимается. 1 Тимофею 4.14 Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священству. Житие святого Саввы. Память 5 декабря. Число братьев ежедневно увеличивалось. Их собралось около полутора ста. Келии уже строились по обеим сторонам потока. В то время отцы завели и рабочий скот, как для строения лавры, так и для других потребностей. Ибо Савва заботился, чтобы все необходимые вещи были в лавре, и чтобы по сей причине братья не принуждены были выходить из лавры в мир и соприкасаться с мирским мятежом и суетой. Но освящение упомянутой пещеры, то есть той, созданной Богом церкви, Савва отлагал, не желая принять рукоположение в самопресвитера. И считая по своему смирению желание быть причисленным к Лиру началом и корнем честолюбивых мыслей. На возвышавшейся над церковью высокой и утесистой скале преподобный Савва построил себе башню. И внутри пещеры, как в раковине, нашедшие скрытный путь, ведущий к башне, удалялся в нее для совершения правила и подвигов. Увеличивалась и слава преподобного Саввы, и много золота приносили ему боголюбивые люди, а он употреблял золото на построение лавры. Также и святейший патриарх Иерусалимский Мартирий весьма любил Савву и почитал, и посылал ему необходимое.